В стране растет внутреннее потребление жиженного нефтяного газа. Так, прошлогодний показатель по сравнению с 2021 годом увеличился на 28%. Это большой рост отметил вице-министр энергетики Асхат Хасенов на отчетной встрече с жителями Магасталской области. О чем еще говорили на встрече, расскажем далее. Одним из самых актуальных для региона остается вопрос дефицита жиженного нефтяного газа. По официальным данным, в 2022 году 400 тысяч автомобилей ездили на газу. С начала этого года количество достигло почти 800 тысяч машин. Соответственно, потребление этого вида топлива выросло вдвое. Зато объемы добычи ресурсов из года в год сокращаются, отметил вице-министр энергетики. Проще говоря, если машины переходят на газ, что мы должны наблюдать? Сокращение объемов потребления бензина. Но наоборот, количество потребления бензина тоже растет. То есть спросы на бензин и на газ растет. Министерство энергетики держит на специальном контроле отпуск жиженного нефтяного газа. Поэтому мы продолжаем рассматривать вопросы дефицита топлива. В 2023 году мы законодательно закрепили специальные механизмы по газоснабжению. В области 433 газозаправочных станций. С начала года Магасталцы потребили 170 тысяч тонн топлива. В ходе встречи жители также задали свои вопросы. Один из которых коснулся повышения цен на коммунальные тарифы и непонимания, почему между производителем и потребителем обязательно должен быть посредник. Магастал жараки являются посредником. Также и по другим ресурсам. Энергопотребление, водоснабжение, потребителями которых являемся мы, люди. Зачем нужны эти посредники? Зачем нам переплачивать? Мы вышли с предложением правительства по самостоятельному финансированию сетей ниже 35 киловольт. В настоящее время данный механизм не предусмотрен. Посреднические услуги вызывают огромную напряженность в обществе. Это проблема государственного масштаба. Для этого мы начали работу по внесению изменений в действующее законодательство. Большинство вопросов жителей касались инфраструктурных вопросов, в том числе подключения домов к электроэнергии, а также к теплосетям. Для обеспечения внешней инфраструктуры новых микрорайонов города Актау реализуются проекты по строительству линий электропередачи напряжением 110 киловольт и двух подстанций. По завершении этих проектов стабильным электроснабжением будут обеспечены порядка 140 тысяч жителей.